Всем привет, я Даша, и сегодня буду хвастаться. Дело в том, что я закончила вышивку, над которой давненько работала. Я не привыкла так долго работать над вышивкой. Обычно она как-то быстрее происходит, но она большая, 48х48. И там много обратного шва, который у меня всегда будет прям раздрайв. Много французских узелков, которые тоже не фанатка я их. И вообще только я работала над этой картиной. Называется она «Луна и солнце», но как-то с моей лёгкой подачи она привыкла название «Подводный мир». Ну вот так я её называю. Хотя это не полное отражение её сути, и теперь я вам сейчас её покажу. Вот так она выглядит. Я этой картиной сгораживаю своё лицо, поэтому не могу видеть, видно вам или нет. Но кто подписан на мой инстаграм, не отсвечивает, по-моему, вот так, да? Кто подписан на мой инстаграм, мог видеть там эту вышивку. Так что можете пройти, если вам всё-таки плохо видно. Наверное, надеюсь, что хорошо. Как можно видеть, здесь не только изображены подводные и надводные миры, но и такой намёк на ин и янь. Если вот так повернуть, скажите же, да? И так, сколько я её вышивала? С 27 июля 2018 года по 25 апреля этого года. То есть, это 272 дня, около 500 часов. Вычисляю я очень просто. Ну, помимо того, что я вспоминаю день начала вышивки, я знаю, некоторые вышивальщицы, рукодельницы считают крестики, но для меня целостей, сирень не лень, я линдяйка. Поэтому я просто по окончанию работаю, допустим, я за день повышивала сколько-то, я сфотографировала, прямо поверх надписи в телефоне делаю, пишу, сколько у меня ушло часов и день. И телефон автоматически, ну, так как я обрабатываю через приложение для обработки фотографий, эту надпись добавляю, то у меня телефон автоматически сохраняет в папку с названием этого приложения. У меня Snapseed. Соответственно, когда работа у меня заканчивается, мне просто стоит посмотреть, сколько снимков у меня в этой папке. Я имею количество дней от этого, сколько я вышивала дней. Ну, кроме этого, я еще с помощью специального календаря можно найти онлайн в интернете между двумя датами, и он показывает, сколько дней прошло. Вот, так что у меня тут двойная проверка. Ну, а потом я просто тупо достаю калькулятор и листаю в телефоне одной рукой фотографии, а другой на калькуляторе считаю количество часов. И таким образом получаю общую сумму. Как я повторюсь, как я уже говорила, у меня здесь были непростые отношения с нацужскими узелками, с обратным швом и с облаками. Облака, кстати, получились красивыми, вообще и очень скромные, да. Вот, но облака было сложно вышивать, потому что крестики там шли очень так... Ну, кривое слово не подойдет. Они шли так... Витяевато. Рамам тут немножко не подходит, к сожалению. Видите, она такая, хоть и серебристая, но она все-таки немножко по древесину. И самому сюжету, ну, сойдет, но можно было бы и получше. Почему был такой выбор? Дело в том, что та, где эта вышивка сейчас будет висеть, также располагается огромная картина. Именно под ней вышивка и висит. И эта картина обронена именно в серебристую раму. А в багетной мастерской, где была заказана вот эта рама, был, к сожалению, из серебристого только вот такой вариант. Я очень-очень спешила. Дело в том, что следующая моя работа там будет изображена по стадии Марии. И сегодня Пасха, и мне так хотелось ее начать именно в Пасху. Мне казалось, это так символично и значимо. Я прям торопилась. И такое, что из-за этого моего намерения я поставила новый твилькот. Раньше самое большое количество часов, посвященное вышивке в день, было семь. Самый последний день, когда я закончила тоже вышивку, я встала пораньше, в семь утра. И просто весь день не отходила от нее. И в итоге я посвятила этой работе в тот день девять с половиной часов. Это рекорд. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok